Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Андрей! Алло, полиция. У моего мужа стреляли. Да стреляли, говорю! Я вижу человека с фунтовкой на соседней крыше. Андрей! 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 Я не стреляла. Выстрел раздался с подветренной стороны. Может быть, с соседней крыши дома. С подветренной, значит? Да. Горенко убит мэр города. И тебя поймали на месте преступления. С поличным, с оружием. Может, и хватит уже резин-то тянуть. Все и так ясно. Винтовку проверьте. Я правду говорю. Мы-то проверим. Но я пытаюсь тебе объяснить, что шансов у тебя ноль. Ну, кто ты такая? Бывшая чемпионка, цитирую дальше, дисквалифицированная по подозрению в употреблении допинга. Безработная. Источника доходов нет. Все, что умеешь, это стрелять. Ты же была на крыше. Тебя видели. Кто тебе заказал? Андрея Братуха. Молчишь? Ну, зря. Ты знаешь, что чистосердечное признание смягчает вину? Да. Ну, тут еще одно дело есть. Десятилетней давности. Так ты у нас, выходит, почти рецидивист. Ты знаешь, что если объединить эти два дела, тебе будет приговор и срок. Сидеть тебе, не пересидеть. Вы по какому вопросу? К вам сюда доставили Катерину Горенко. Мне нужно с ней увидеться. Срочно. Это очень важно. А, это, которая мэра грохнула. Вы свидетель? Хотите дать показания? Нет, я не свидетель. Тогда я не могу вас пропустить. Понятно. Сколько? Убери. Это тут тебе не поможет. Прошение свидания можешь подать завтра. Вы не поняли. Мне срочно нужно. Еще не факт, что завтра разрешат. От следователя зависит. А сейчас прошу на выход. Всего доброго. Ты где? Почему трубку не берешь? Что ты молчишь? Что у тебя происходит, Игорь? Прости, Лер. Не мог раньше ответить. Скоро дома будешь. Я не приеду. Малыш, ложись спать. Все хорошо. Так, где у нас тут новости? Ой, Суши Барсик, пожалуйста, не надо. И так с дачи сорвались. Не отдохнули еще и день. Тринделка, я тебе голову моролю. Ну, пожалуйста. И главная новость. Этой ночью в столице произошла трагедия. О, я же говорила, прям с утра сплошная черну. Ты можешь помолчать. Не набудешь кофе? Народ, тут такое, по ходу мэра шлепнули. Слушайте. Смерть наступила мгновенно. МВД сообщает, что в его убийстве полиция подозревает бывшую биатлонистку Екатерину Горенко. Охренеть. Очень киллер. Подозреваемая была задержана на месте преступления. Попалась все-таки. Имя заказчика убийства еще неизвестно. Горенко наотрез отказывается его называть. А вот это молодец. Поняла? А его ведь предупреждали. Не надо лезть, куда не следует. Сам нарвался. Слушай, это ж получается, что с нашим бизнесом теперь все в порядке будет, да, барсик? Ксюх, ты ничего не попутала? Такой наш. Мой бизнес. Слушай, ну конечно твой. Ну прости, я не забыла. Ну конечно твой. Ты же у меня самый сильный, самый сильный, самый красивый, а? Алло. Горенко все еще в карцере? Да, как договаривались. Держи ее сколько сможешь. Про дочь ничего не говори, а то шум поднимет. Понял? Понял. Совершеннолетний гражданин Кроти. Вы признаете, что сегодня вами на радиорынке был выкраден смартфон? Да не крал я ничего. В деле написано, что у тебя есть младший брат. Сколько ему? Девять? Восемь. А отец есть? Значит, ты у вас за старшего. Ну и где мал-малой, когда ты телефон тырил? Дома. Я это, я... Вы... Я... Блин, вот сападло. Леонид Иванович, выйдем, поговорить надо. Я занят. Это срочно. На самом деле, я тебе, дураку, помогаю. Пиши чистосердечное. Отделаешься общественными работами. Давай-давай, пиши. Что у тебя, Макс? Ты понимаешь, что такое дело? Ну, какое дело? Ну, давай, чего ты мнешься? Леонид Иванович, ты это... Держись только. Твою Катю арестовали в подозрении убийстве. Как? Пересмотр? Чего, десять лет прошло? Тут другое. Говорят, на столичного мэра сострелила. Кто? Катя? Да быть того не может. Они там что, с ума все посходили? Ее взяли на месте преступления со снайперской винтовкой. Сможешь допрос за меня закончить? Там хлопец неплохой. Уже признался. Только поговорить с ним надо, ну и формальность. Сделаю. Леонид Иванович? Леня! Леня! Что с тобой? Леня! Ну что ж ты натворила, Горенко, а? Тебя на волю через две недели, а ты? Ты кукухой поехала на начальника охраны кидаться. А теперь получай. Нападение на сотрудника органов, новый срок. Ты хоть это понимаешь? Молчишь, сказать нечего. Сиди теперь в карцере, думай над своим поведением. Молчишь. Молчишь. Хорошо себя ведешь. Правильно. Говорил все это ради Кати. Где она? Я буду молчать. Ты только скажи, что с ней? Молчишь, ты иди, ты иди. Ты иди, ты иди. Ты иди. Что с вашим делам? Ставицкий, Игорь. Мне нужно срочно увидеть Катю Горенко. Вы ее адвокат? Я ее жених. Она задержана по подозрению в убийстве. Свидания разрешены адвокату и близким родственникам. Женихам не положено. Послушайте, ее заставили выстрелить. Катя никогда сама бы… Пожалуйста, дайте мне с ней поговорить. Ладно. Но не больше десяти минут. И убедите свою невесту назвать имя заказчика. Это в ее же интересах. Да, хорошо. Я прекрасно понимаю. Проведи. Спасибо. Теперь из-за решетки, как ты и хотел. Чего пришел? Катя, я больше тебе не враг. Я с трудом выпросил эти десять минут. Я не буду с тобой разговаривать. Убедите его, пожалуйста. Пожалуйста, выслушай меня. Да, я хотел, чтобы ты села за убийство моего отца, но я не знал, что… Я ничего не знал. Теперь знаешь что? Ты просто мне использовал. Нет. Я не имею отношения к тому, что сейчас происходит. Я помогу тебе. Ты уже так говорил. Потом оказалось, что это ваш с Мариной план. Я тебе больше не люблю. Пожалуйста. Мы с Мариной больше не вместе. Мне было комфортно работать с Мариной. Меня устраивали отношения, которые ни к чему не обязывали. Но я не знал, что она на такое способна. Все поменялось. Я не стреляла. Не смогла. Мара убил кто-то другой. Я не знаю, кто не видел. Только слышала выстрел. Ты следователю сказала об этом? Сказала, он говорит, расскажешь тогда, что ты делала на крыше с винтовкой. Я не могу рассказать. Значит, тогда я все расскажу. Не смей, если с мамой… Если с мамой что-то случится, я себя не прощу. И тебе не прощу. Шептаться запрещено. Отойдите от задержанной. Послушай, или ты им расскажешь все, как было, или тебе влепят по максимуму. Пусть. Я буду молчать. То, что, что упрёмое такое. Я докажу, что ты не стреляла. Мы и докажем. Алена, примите мои искренние соболезнования. Андрей Денисович был прекрасным человеком. Ой, перестаньте. Я вам не верю. И вашим соболезнованиям тоже. Это вы. Вы все его убили. Конечно, он был вам неудобен. Честный и порядочный человек. Не то, что ваша сувора. Вы знаете, кто конкретно мог его заказать? Да кто угодно. Вашей этой бизнес-элите у него хватало врагов. Вот даже и вы. Он мне рассказывал, что вы творили. Алина, у нас были разногласия с вашим мужем? Я всегда его ценила и уважала. Послушайте, зачем вы пришли? Слабо верить, за что просто выразить соболезнования. Я хочу вам помочь. Я знаю, кто убил вашего мужа. Я узнал кое-какие подробности. В общем, Катерина Горенко не виновата в смерти моего отца. Я хочу забрать заявление и как можно быстрее закрыть это дело. Вы меня, конечно, простите, Игорь Павлович, но так эти вопросы не решаются. Чтобы добиться пересмотра, мне пришлось поднять серьезные знакомства, найти нужного следователя. Я понял. Я хорошо оплачу все издержки. Горенко подозревается в убийстве мэра. И теперь дело вашего отца находится под пристальным контролем. Мне меньше всего хотелось бы, чтобы эта история каким-то образом коснулась меня. Роман Алексеевич. Я настоятельно прошу вас больше не обращаться ко мне с личными просьбами. Всего доброго. Артем Богданович, я проверил, на банковский счет Горенко за последнее время никаких средств не поступало. Банк снимал деньги в счет кредита за квартиру. Вот, пожалуйста. Гоша, а ты думал, что за Казуху по безналу оплачивают? Вот вам реквизиты от правителя и спасибо за проделанную работу? Нет, я просто так проверил. И так же понятно, что Каренка не стреляла, у нее-то пульки все на месте. Тогда что же она с этими пульками на крыше делала? Загорала? Нет. Она собиралась выстрелить. Может быть, ее кто-то опередил. Мэр многим как кость в горле был. А что, если Горенко – это кукла? Отвлекающий маневр. Что, пока наши копы гонялись за этой телкой, настоящий киллер себе спокойно ушел? Ну, это вариант. Или Горенко убила братуха из другой винтовки, а потом быстро от нее избавилась. И магазин с пульками – это еще не оправдание. Посмотрим, что баллистики скажут. А потом уже будем рыть дальше. Билет в бизнес-класс там же. Вылет сегодня. Полгодика не светись тут, понял? Удачи, Килич. Я тебе, Белый. Господи, я вообще не понимаю, зачем он стал мэром? С его характером, его принципиальностью. Он был многим поперек горла. Полина Юрьевна, вы кого-то подозреваете? Да. Станислава Родченко. Андрей обнаружил нарушение в работе его компании и собирался ее закрыть. Еще мне стало известно, что Родченко подбивал других крупных бизнесменов убрать Андрея с должности. Да, точно. У нас есть заявление одной журналистки. Блин, не помню фамилию. На нее напали сразу после выхода ее статьи о контрах Родченко с мэром. Ну вот. Может, те же люди и убили Андрея? Вы их допросили? Вы их задержали? Алло. Безбородька говорит. Слушай, а вы тех типов, которые напали недавно на журналистку, нашли уже? Нет. Ну так активнее ищите. И Станислава Родченко оставим в розыск. Пробей там, в стране он сейчас или нет. Если пределы страны не покидал, тогда будем брать. Сегодня. Да, и зайдешь ко мне. Алина Юрьевна, спасибо вам за помощь в следствии. И еще раз. Примите мои соболезнования. Спасибо. Да. Какой молодой, такой перспективный. У кого только могла подняться рука на народного любимого. Да. И не говорите, Марина Александровна. Я же Андрюшу с молодых лет знал. Лет двадцать пять ему было, когда он пришел ко мне в партию. Жаль. Безмерно жаль. Таких инициативных и порядочных больше нет. Город остался без мэра. Будут досрочные выборы. Вы думали, кто может его заменить? Даже не знаю, есть ли сейчас такие люди напрямить. Ошибиться не хочется. Да. И ошибка будет дорогого стоить. Городу нужен такой мэр, как вы. И, уверенно, все мои коллеги по рынку меня поддержат. Вы точно знаете все проблемы, все потребности города. Все расходы по предвыборной кампании возьмет на себя мой концерн. Даже так? Да. Я найму агентство. Оно разработает правильную предвыборную кампанию. Вот только затянувшийся траур по мэру может все испортить. А что делать? Я не смогу ускорить досрочные выборы. Если бы следствию удалось найти убийцу и быстро закрыть дело, понимаете, о чем я? Как только электорат узнает, что именно благодаря вам стали известны имена убийц, его кресло тут же станет вашим. Согласен. Но! Есть один нюанс. Чем я буду обязан вам? За поддержку моей кандидатуры. Я помогаю вам. Вы помогаете мне. Вот только одно условие, чтобы все проблемы, которые нам устраивал братух, исчезли. Я вас услышал, Марина Александровна. Я подумаю. Подумайте. Надеюсь, мы будем полезны друг другу. Стерва. Разрешите? Здравствуйте, Мирослав Иванович. Проходите, присаживайтесь. Вот заехал узнать, как дела у заключенной Горенко. Ну как-как, в карцере ваш Горенко. В карцере? Почему? Что случилось? Да с катушек слетело. Две недели до выхода на свободу, она вцепилась в горло начальнику охраны. Ну какое ж теперь освобождение? Ну с ней все в порядке, она здорова. За исключением крыши более-менее. Я конечно вам ничего не гарантирую, карцер это вам не курорт, да и сердце у нее больное. А почему она набросилась на него? Да хрен его знает. За ней раньше вообще такого не было. Я же говорю, с катушек слетела. Все-таки десять лет сиди, тут кто угодно. Вярослав Иванович, это моя личная просьба, давайте забудем о этом поступке заключенной Горенко. Тем более вы сами говорите, что раньше такого не было. Что-то я вас не понимаю. То вы хотели, чтоб она сгнилась здесь, то взялись защищать. Хотя мне что, кто платит, тот как говорится и заказывает. Спасибо. Да, слушай. Марина, тут к нам в колонию твой архитектор наведался. Этот, как его, Игорь. Я подумал, ты должна об этом знать. Горенко в карцере, все в порядке? Да. Узнай, зачем Ставицкий к вам приезжал. Марина, ты во что меня втянула? Я на такие расклады не подписывался. Ты что думаешь, я два плюс два сложить не могу? Мэра пришли. Горенко-младшую из-за его убийства загребли. Тут я в карцере с ее мамашей по твоей просьбе. Истерика закончилась? Слушай меня внимательно. Держи Горенко в карцере до упора. Я узнай, зачем Ставицкий приезжал к вам в богодельню. Все, на связи. Черт! Во что я вляпался? Вискоряем, как обычно. Вон за тот столик. Быстро! Вкусно? Угу. Ну, говори, что ты хотел и уходи. А чего так грубо? Стас, я согласилась с тобой встретиться только потому, что ты мне звонишь по сто раз в день. Ты со мной так не говори, Татьяна. Я тебе не мальчик. Что ж получается? Мы с тобой гуляли, веселились, а ты вдруг повернула борт на сто восемьдесят. Игноришь меня, не отвечаешь на звонки. Что случилось? Объясни, а то я не понимаю. Ну, а что тут непонятного? Сначала ты мне понравился, а потом я поняла, что ты герой. И моего романа. А у тебя что, раньше так с женщинами не было? Никогда. Ну вот, теперь было. И будь так добр. Оставь меня, пожалуйста, в покое, потому что это уже все похоже на преследование. Так вот ты как заговорила. Как подарки принимать, так герой. А потом к Стасе гуляй лесом. Браслет верни, который я тебе подарил, героиня. Да. И о поездке забудь. Уже никто никуда не летит. Из тебя компенсация, забери. Стас, вы говорите, как настоящий гопник. Я ничего вам компенсировать возвращать не собираюсь. А в Кройс вы можете съездить с кем-нибудь другим? Всего хорошего. Что? Я еще не договорил. Станислав Васильевич Родченко? Ну, я. Станислав Васильевич. Вы арестованы по подозрению в убийстве Андрея Братуха. Что за хрень? Пакуйте его. Эй, вы что творите? Эй, руки убрал. Ты чего? Да я требую адвоката. Вы не знаете, с кем связались. Да я вас всех сгною. У меня... Сколько тебе Марина заплатила за то, что ты Горенко в карцер засадила? Пусти! Она должна тебя не нападала. Сколько? Пять штук. Пять штук! Пусти! Кому, кроме Тищенко, ты говорил про нападение? Да и кому! Ты держи клюв на замке. Если Горенко не выйдет в срок, сядешь вместо нее. Понял? Ромеро слышал? Слышал. Ну, вот сядешь, как соучастник. Усёк? Усёк. Типа, если я звоню, значит, нужно... Значит, нужно трубку брать. Притуля, это я. Тань, ты представляешь, я звоню, он снова трубку не берет. Я думала, все наладилось, а он не берет. Ты не представляешь, что сейчас произошло. У меня на глазах в ресторане арестовали Станислава Родченко. Ну, того, с которым я встречалась какое-то время. Помнишь? Как арестовали? Прямо полиция? Полиция. Заломали его. И сказали, что по подозрению в убийстве нашего мэра. Представляешь? Ужас! Таня, это же он тебе этот браслет подарил. Да, он требовал, чтобы я его вернула. Вот Мариша меня предупреждала насчет него. Я не поверила? Ой, Жилов, ты что? Подарки возвращать, а ты что? М-м-м. Мой Тимка никогда так не сделал. Он не такой. Хорошо. М-м-м. М-м-м. Чай у тебя! М-м-м! Ну? Ну? Ты где был целые сутки? Игорь? Катя правда убила мэра? Ну, почему ты молчишь? Что происходит вокруг нас? Меня вызвали в полицию! Сказали, что нападение на меня связано с убийством мэра! Ты хоть ни в чем не замешан? Малыш, успокойся, пожалуйста. Я потом тебе все объясню. У меня, знаешь, тоже может быть к тебе много вопросов. Ты не хотела бы рассказать, допустим, от кого у тебя ребенок, кто отец? Это не важно! Это важно! Это очень важно! Сергей Калюжный! И что? Ты серьезно? Ты кого-то ждешь? Нет. Я открою! Иди к себе! Иди к себе! Иди к себе! Иди к себе! Стоп! Куда вы собрались? В полицию или к мэру? Ты же помнишь, один звонок у твоей мамы нет? Я докажу, что ты не стрелял! Мы и докажем! Иди к себе! Ты заходи в другом уровне! Иди к себе! Иди к тебе! Требой! Прости, что поздно, есть разговор. По концерну все меняется, мы снова в деле. Я тебе уже говорил, мне пофиг. Я увольняюсь. Я пройду. Даже не представляешь, как все хорошо для нас складывается. Царьков станет мэром. У меня все с ним на мази. Мы заработаем по-настоящему много денег, Игорь. Злишься на меня, да? Влюбился в девочку, спортсменку. Игорь, этой эмоцией нас ждет великолепное будущее. Договорила? Не спеши отказываться. Катя, ты ее все равно не спасешь. Она не убивала братуха. Ну ты что? А кто? Не знаю. Это она тебе сказала? А ты поверил? Я тебя не узнаю. Ты когда стал таким наивным? Игорь, она врет. Она сядет в тюрьму. А ты что, а? Готов променять наше будущее на романчик с зайчикой? Игорь. Тебе нужно думать о будущем. О карьере. Твоя Катя не что? Пошла в фу. Игорь. Пусти. Сволочь, пусти меня. Успокойся. Что она сказала? Зачем ты так с ней? Малыш, все хорошо. Все хорошо. Пойдем спать. Пойдем спать. Да, Марина. Ты что, трубку не берешь? Я был занят. У меня дела, дела. Что, пьяный? Ты выяснил, почему к вам Ставицкий приезжал? Нет. Ну, точнее, да. Он к нашему начальнику приезжал. О чем говорили, я не знаю. Тищенко раньше ушел. А я не успел. Завтра поговорим. Чего? Иди проспись. Иди проспись. Еще не стихла боль утраты. Еще жива память о нашем дорогом коллеге, однопартийце, муже, сыне, мэре нашего города, Андрея Денисовича Братухи. Он ушел не просто в расцвете лет. Он ушел на взлете, так и не достигнув пика, не осуществив своих планов. Я обещаю, что обязательно разберусь в этой ситуации. Виновные в его гибели должны быть и будут наказаны. Я обещаю это здесь, над гробом нашего дорогого Андрюши, перед лицом его вдовы и матери. Алина, Вероника Федоровна, примите мои глубочайшие соболезнования. Скорблю вместе с вами. Я еще раз повторяю, я не знаю, кто это. Я не понимаю, на каких основаниях меня задержали. Я никого, никому не заказывал. Горенко, что скажешь? Я не знаю этого человека. А ты хорошенько подумай, может, ты забыла? Это он тебя на крышу послал? Сколько он тебе заплатил? Ну, че ты молчишь? Как все было? Как все было? Разрешите? Задержаны прозреваемые в нападении на журналистку Валерию Ставицкую. Прятались в гараже загородного дома Родченко. Пытались оказать сопротивление при задержании. Заводить? Заводи. Заводите. Для начала я хочу услышать все, что знаете о Станиславе Васильевиче Родченко. Ну, а потом уже изложите всю информацию о себе и о том, как напали на Валерию Ставицкую. И как запугивали ее. Слушаю, Семен Михайлович. Здравствуй, Артем Богданович. Ты еще ошибка занят, а? Можешь ко мне подъехать? Дело есть. Прямо сейчас. Да, конечно. Гоша, давай, разводи всех по камерам. Мы сегодня все, потом продолжим. На выход. Встали на выход. Родченко на выход. Жаль мэра. Жаль. Молодой был, толковый. Правда, шума от него много было. Семен Михайлович, ваша задача сделать так, чтобы дело было закрыто, а виновные понесли наказание. И в данном случае самое простое решение, оно самое правильное. Подозреваемые есть? Доказать их вину в суде можно? Ну, а что еще нужно? Вы же меня знаете. Я ничего не забываю. И за мной не зажавеет. Что есть, то есть. Обширный ишемический инсульт. Скажите, вы можете вызвать его родственников? С родственниками сложная ситуация. Сейчас я за них. Так что говорите мне все как есть. с родственниками. Понятно. Ну что, нужно ждать. Время покажет. Суток трое. Скорее всего, будет без сознания. Ну, а там как повезет. В смысле, как повезет? А спасать его вы не собираетесь? Послушайте. Послушайте. Мы делаем все, что в наших силах. Но многое зависит от организма больного. Понимаете? Ну да. А на все остальное нужны деньги. ясно. Ясно. Черт знает что. Душу. Загоняли как малька. Артем Богданович, наконец-то. Прикиньте, второй киллер засветился. Есть видео с камер наблюдения дома братуха. Получается, Горенко говорила правду. Там ребята смотрят. Может, мы тоже пойдем? Нет, Гоша. Нет смысла. Все уже известно. Стреляла Горенко. Родченко, заказчик. Ну, а на камеры наблюдения, скорее всего, случайный прохожий. Вот результаты баллистической экспертизы. Артем Богданович, это херня какая-то. Вы же сами видите. Она же ни одной пули не использовала. Да это не херня, Гоша. Это экспертное заключение. А вот здесь вот чистосердечное признание обоих. И Горенко, и Родченко. Какое еще признание? Они же отрицали все. Да, отрицали. Да. Здравствуйте. Можно? Я готов дать показания по поводу убийства Андрея Братуха. Ну, раз готовы, давайте. Гоша, запиши показания, а я домой поехал. Чего-то у меня давление подскочило. Значит так, я знаю, кто заставил Катю, Катерину Горенко, пойти на преступление. Это Марина Гаршина, владелец концерна, который Братух хотел закрыть. Она шантажировала Горенко тем, что убьет ее мать, и в шантаже ей помогал. Дмитрий Кривук, Катя точно не стреляла. Записывайте, это важно. Да-да-да, я сейчас запишу, только ваши показания не сильно помогут Кате. Пришли результаты экспертизы. Это Горенко стреляла в мэра. Чего? Какой экспертиз? Кто эту экспертизу проводил? Это очередной подлог с подачи Гаршиной? Не надо обвинять органы. А то сами загремите на 15 суток. Каренко все подписала и во всем призналась. Что она подписала? Я ничего не подписывала. Никаких признаний не давала. У нее что, столько бабла, чтобы все следствие купить? Что мне теперь делать вообще? Я с тобой, мы справимся. Когда твоя мама выйдет на свободу, я заберу ее, увезу в безопасное место. Потом подам на пересмотр дела. Мы докажем, что за всем за этим стоит Марина. Немного продержись, все будет хорошо. Так все говорят, все будет хорошо, только вокруг какая-то полная задница. Мне не на кого рассчитывать. Кроме тебя. Думала, папу увидеть он не приехал. Может, вообще поверил, что это я? Так, не накручивай себя. Наверное, он просто не смог. Я к нему съезжу, все ему нормально объясню. Будешь намещать меня в тюрьме? Иногда. Я тебя не брошу. Ты мне нужна. Очень нужна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.